Мы знаем, вы слушаете Радио Болткома Утро на Болткоме Утро на Болткоме продолжается, те кто следят за нашими трансляциями, может быть на фейсбуке прямыми трансляциями уже видят, что у нас гости в студии, мы всегда очень рады, когда появляются гости, когда мы можем такой, ну в пандемии привыкло нас общаться по зуму, но, конечно, живое общение, считывание вообще мимики лица и возможность ароматы кофе, какие-то такие живые, те наверняка, короче говоря, видят, что у нас не только гости, но книжка лежит на столе, книга Норы Икстен Мат Эспен с материнским молоком и долгожданный фильм, экранизация этой книги, вот мы все ждем, Нара Кулмана, режиссер этой картины у нас в студии, и Екатерина Лацкая, режиссер-продюсер, тоже, здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. Может быть, ну вот на какой стадии сейчас происходит работа над фильмом, я знаю, что уже практически фильм снят, сейчас уже идут вот то, что называется пост-продакшн, да, красивым таким словом, вот как, когда ждать картины на экран, потому что мы следим периодически, видим, читаем новости, смотрим сюжеты о том, что идет работа над картиной. Ну, идет такой бурный пост-продакшн, уже колор-грейтинг, цветокоррекция, которую мы делаем в Брюсселе, наши бельгийские коллеги нам помогают, фильм практически смонтирован, не вмонтирован только еще один кадр, который, пока я не буду рассказывать, но который будет в фильме, и работаем со звуком, работаем, уже записали музыку, музыку композитора Раймонд Стигулс, очень красивая музыка, записали с нашим оркестром симфонета под руководством Шне, так что будет очень красивая музыка и фильм, ну, фильм будет драма, да, это будет действительно драма, и хотя в кадре главная героиня женщина, я думаю, что это фильм не только для женщин. Сразу возникает вопрос, когда события разворачиваются на протяжении огромнейшего времени, то есть там практически с конца вот войны до, ну, времена от Мады, ведь. Да, да. Вот как передать эпоху, то есть насколько это сложно, поскольку это же огромное количество костюмов, автомобилей, каких-то вот примет времени, то есть как это все воссоздавалось? Да, это очень сложно, но и очень интересно, это все втягивает, и ты уже живешь в другой жизни, по 12-13 часов дни у нас были съемки, и начинается событие фильма в 40-х годах, там у нас советские шинели, уже возврат советского войска второй раз в Латвию, в деревне, и потом они развиваются уже, мы так немножко прыгаем в 50-е годы, те же герои, но уже работаем очень серьезно, работали серьезно с гримом, с костюмами, у нас был консультант-историк, который за всем следил, даже очень тщательно и очень падал на нервы художнику и остальным, но зато у нас есть результат, я могла об этих мелочах не думать, а работать больше творчески уже, как режиссер, и потом уже мы прыгаем дальше, в 70-е, в 90-е годы, да, от Мады, да. Ну, потому что огромное количество ведь таких людей, которые помнят это, ну, какие-то времена, они сразу могут сказать, ой, а вот в то время там такого не носили, то есть это вот такая же ответственность, то есть это все может разрушить какую-то вот художественную правду. Да, ну вот это тоже будет для зрителя интересное путешествие в прошлое, именно этот советский быт, все мелочи, все реквизиты и костюмы, и действительно очень сложно было с гримом, потому что одну из главных персонажей у нас играют три, нет, даже четыре актера, потому что еще младенец девочка, одномесячного ребеночка мой, да, и писательница видела уже черновой монтаж, и она очень, ей очень нравится фильм, и она сказала, что очень странно было видеть роды, в которых рождаешься ты, да, мы снимали роды, когда маленькая Нора только рождается, а потом уже ей 12 лет, да, и она все взрослеет. А почему вам важно было экранизировать именно это произведение? Ну это сложный вопрос, на такой вопрос можно, конечно, ответить очень сложно, но с другой стороны, если честно, это такой клик, можно сказать, что ты читаешь книгу и видишь ее, и уже кажется, что нельзя, нельзя не делать эту работу, это такой творческий позыв, если можно так выразиться. – Но ведь интересно, что Нора, вот я видел просто, когда интервью одно, она сказала, что я, когда писала роман, я сняла его в своей голове, и вот получается, что… – Это обратный процесс произошел. – Да, а вот получается так, что когда она оказывается на съемочной площадке, вот как вы с ней взаимодействовали, потому что понятно, что вот она, если она сняла свой фильм, а вы свой фильм, вот как… – У нее-то своя картинка в голове получается. – Реакция Норы была, она сказала, что это самостоятельное художественное произведение, и что она очень довольна, но, конечно, не вся книга в фильме, это невозможно сделать всю книгу в фильме, у нас фильм длится сейчас час сорок, моя первая режиссерская версия была почти три часа, очень жалко было, но очень, очень так, как мы снисходительно и жестко подошли к монтажу, я монтировала фильм с тем же монтажером, с которым предыдущий фильм Билла, который тоже уже… – Он получил, да, награды. – Да, да, он чех, и Билла я монтировала в Праге, а в этот раз мы решили пригласить его в Ригу, так что мне было еще более комфортно работать, да. – Так, а если столько материала отснято, и жалко от него избавляться, ну, сейчас же есть такая тенденция, снимают короткую версию экранную, как фильм, а потом выпускают в виде сериала. – Ну, вот я об этом подумываю, да, но там нужны тогда досъемки, чтобы сделать сериал. – Да, потому что это трехчасовая версия, она была со всеми хвостами, ну, это то, что мы называем колбасой такая, нарезкой из всего материала, да. Вот, а потом мы уже просто коротили, а потом уже пару эпизодов выбросили, ну, немного, мы больше коротили эпизоды, а не выбрасывали целыми эпизодами. – Насколько подбор актеров был сложен, то есть насколько, вот, согласовывались ли они вот с автором книги, там проходил ли кастинг-то? – Ну, главная героиня, мама, мне была ясна очень быстро, даже уже читая книгу, а потом уже подбор ее в молодости и подбор ее девочку, мы уже искали какие-то физические, чтобы глаза были одинаковые, чтобы носы в одну сторону смотрели тоже, да, и очень получилось еще, гримерша очень хорошо поработала, так что получилось, что через 12 лет, через 12 лет меняются актеры, но мы так проверяли на маленькую, маленькую, маленькую порцию зрителей, да, и они говорят, что все понятно, что это тот же человек, да, что похоже, прическами делали похоже, немножко какие-то нюансы в костюмах, чтобы совпадали, так что, да, это было самое сложное. – Ну да, когда появляется уже следующий… – Ну и подбор детей, но подбор главной девочки у меня вообще не было вопросов, мне сразу было ясно, это та же девочка, которая играла Биллы, сейчас она уже взрослая, подросток, более серьезная, ну и более серьезная роль, так что мне очень с ней повезло, как говорится, я работала с актрисой, которая сама себе воспитала, так получается, да, и другая девочка, которая мама в детстве, но она уже больше по физическому такому сходству подбиралась и оказалась актерски тоже очень способная девочка, я с детьми работаю по принципу, что с детьми работать надо так же, как взрослые, со взрослыми, но не забывать, что они дети, да, что объяснить им, что это работа, что они теперь работают, и это актерская работа, это сложная работа, и они сразу так выпрямляют спинки и становятся такими гордыми, и мы очень серьезно работаем. Но ведь как вот, действительно, дети ведь не имеют актерского образования, и я сразу просто вспоминаю историю с Чаплиным, вот когда он снимал малыша, что, ну вот говорят, что он просто добивался эмоций от ребенка, иногда даже, ну, такими жесткими методами, когда ему нужно было заставить его заплакать, он говорил, представь себе, что у тебя умерла мама, и ты вообще остался один на свете, он бедный, начинал прямо у него тряслись, и тогда он кричал, все, снимаем, снимаем, то есть все радостно. Ну, я так жестко не подходила, но у меня была дисциплина на площадке для детей, никаких там учи-пучей, и я работаю с ними до, до съемок довольно много, мы много, я не имею в виду, что мы репетируем эпизоды, нет, ни в коем случае, но я с ними сижу, мы рисуем, мы разговариваем, я им рассказываю про те времена, рассказываю, какая девочка, в чем она будет одета, показываем, да, на примерках тоже об этом, обо всем говорим, ну, ввожу их в этот мир фильма, да, и тогда уже они на площадке, они как будто знают, что будет происходить, и очень слушают, я даже, дети очень хорошо запоминают текст, и я даже прошу родителей ни в коем случае не заучивать с ними, мы это делаем прямо на площадке, или в предыдущий день, или даже до самых съемок эти пару предложений мы обговариваем, и тогда они более органичны, чтобы не было, что он заучил, как плетик какой-то. Вообще для меня Инара удивительный режиссер с точки зрения того, что это человек, который никогда на съемочной площадке не повышает голос, сколько раз я была на съемках фильма и на каких-то сценах и эпизодах, она настолько чутко относится к процессу, чтобы не сломать эту построенную конструкцию, то есть ощущение, что у нее до этого продуман каждый миллиметр, и она только как вот какой-то волшебной палочкой, да, там как бы спокойно-спокойно, камер-мотор, и процесс начинается, и идет, и нет никогда такого, что она что-то резко привносит туда, как часто бывает на площадке. Ну да, атмосфера очень важна для меня, атмосфера и команда, это же команда 50 людей, как одна семья, да, и ими всеми руководить, да, и каждый все-таки как гаечка знает свой принцип работы, это все я уже стараюсь работать с теми людьми, с которыми я работала прежде, осторожно вместе с продюсером набираем команду, так что да, атмосфера мне очень важна, да, и хотя мы снимали драму, мне очень важен и юмор на площадке, мы довольно много смеялись, несмотря на то, что снимали драму, да, потому что это долгие часы, и под конец уже люди устают, и как говорил, по-моему, Феллини, что режиссер, как капитан на корабле, лишь вперед, лишь вперед, лишь открыть новые земли, а команда, лишь бы быстрее обратно на берег, да, когда это все кончится, да, вот, и поэтому атмосфера мне очень важна, да, спасибо, Катя. Говоря вот про девочку Рута Кронберга, она будет, собирается стать актрисой, ну, после двух таких ролей? Она мне сказала, не знает. Когда снимали «Билла», она говорила, что она хочет стать гримером, потом оператором, потом режиссером, а сейчас она очень серьезная, она сказала, что она еще не знает. Еще не было, думаю. Да. А правда, что на площадке дети вот своей какой-то естественностью, такой непосредственностью могут переиграть довольно взрослых и заслуженных серьезных актеров? Да, это правда, это у меня так было в «Билла», что приходят актеры, и так говорят заботливо, ну, я ей подыграю, будет все хорошо, я говорю, не надо ей подыгрывать, она вам подыграет. Потому что даже говорят ведь, что некоторых актеров, что ни в коем случае не снимайся с детьми, потому что они тебя, ну, затмят. Да, да, да. Лишь не ты. Да, если они органичны и хорошо играют, то это так, да, это так. Что дальше произойдет вот с картиной, что еще осталось, когда мы ее увидим на экранах? Ну, сейчас монтируется музыка, потом довольно долгий период звукообработки. К счастью, очень мало, что надо переозвучивать, я имею в виду, актеров. Мы очень хорошо и на натуре хорошо поработали со звуком, что естественный звук в основном будет. Но потом вся звукообработка, это мы будем делать в Литве, так что у нас такой интернациональный подход, да, с тем же звукорежиссером, которым я работала прежде. И потом уже, ну, еще и титры надо поставить, конечно, да, и потом уже осенью, в начале ноября мы готовимся к премьере. Но мы еще ждем ответы от фестивалей, куда мы черновой монтаж послали. Они нам просили несколько больших фестивалей, заинтересовались. Вот мы ждем ответы. Меня вообще восхищает Анара своей скромностью всегда и вот такой вот взвешенностью того, что... Ну, мы послали на несколько фестивалей. Вообще мы познакомились. Я можно расскажу, как? Меня пригласила одна крупная кинокомпания и сказала, Катя, вот скажи, пожалуйста, тут в Латвии давно, что тут можно снять, чтобы, ну, от Латвии, эта страна маленькая, номинироваться на Оскар? И я говорю, ну, вы знаете, я влюбилась в одну книжку, и единственное, что я думаю, что, ну, вот в ближайшее время, то, что действительно может поразить, это история про женщину первую в Европе, правильно же я говорю, которая придумала искусственное оплодотворение, это космическая история про то, что она это делала в нечеловеческих условиях в деревне. И они говорят, все, мы хотим это делать. И тут же звонят Нори, она говорит, а у нас уже книга отдана на экранизацию. Кому? И там выясняется, что кому? Ну, так мы встречаемся, в нашей первой встрече происходит сценарий с этим продакшеном, и мы влюбляемся в друг друга и продолжаем дальше делать вместе что-то. И я думаю, что вот этот вопрос, что можно снять, чтобы доминироваться на Оскар, он не просто так. И я думаю, что у этого фильма очень большое будущее, и очень много призов. И это то, что расскажет о культуре вообще того времени здесь и не только. Будем надеяться, да. То есть это именно та история универсальная, которая должна быть интересной людям, которые живут и за пределами Латвии. Я тоже к чему клоню, что к тому, что фильм, он рассчитан не только на латвийского зрителя, потому что иногда бывает, что мы снимаем как бы такое локальное кино с локальными какими-то шутками, проблемами. И оно, конечно, тяжело воспринимается, но может быть сложнее какие-то культурные, там есть преграды, которые мешают воспринимать. Эта книга переведена же на 28 языков. И поэтому, мне кажется, это уже показатель того, что эта история очень актуальна во всех странах. И, соответственно, кино, я думаю, что будет пользоваться еще большим спросом. Да, потому что сама человеческая линия, именно это судьба женщины, гинеколога, научного работника. Я немножко поправлю Катю, которая занимается в тогдашнем Ленинграде, сегодня в Петербурге, именно этим искусственным оплодотворением. И там она это делает. Но потом же она помнишь? Потом она продолжает это делать, когда ее высылают, грубо высылают власти на работу в деревне просто фельдшером, гинекологом. И она старается помочь женщинам и там. Но она там, как говорится, изгорает, сгорает и падает в депрессию. И очень интересный момент, что человек, который сама помогает дать новую жизнь, якобы отказывается от своей дочки. Она не чувствует материнского инстинкта. И именно эта девочка, от которой она отказывается, ее воспитывает бабушка, становится в конце ее жизни уже, когда она впадает в депрессию, как будто девочка становится ее матерью. Она занимается, она ухаживает за мамой, она цепляется за каждую вещь, которая может помочь вытащить маму из этой депрессии и пьянства, и зависимости. Так что это такая большая трагическая история. Но есть и юмор тоже в фильме. Но очень многослойная. Да. Там столько... Каждый может найти свое. И так же эпоха, да. И когда ее уже хоронят, помнишь, мне очень нравится этот эпизод, когда они называют ее Богородицей. Ну, из-за того, что она помогала им, это настолько глубокий эпизод. Да, на латышском это не так хорошо звучит, но на русском очень именно так. Насколько вообще латвийское кино интересно? Интерес к латвийскому кино есть за рубежом. Мы знаем, что периодически фильмы наши попадают на престижные конкурсы. Вот недавно получил приз фестиваля, по-моему, Трайбека. Фильм, да. Январь. Да, да. То есть вот насколько латвийское кино является... Ну, есть ли интерес у мира к нашей маленькой Латвии, чтобы смотреть кино? Есть, постепенно есть. Да, я сама работала несколько копродукций, также в документальном кино с французскими продюсерами. Очень интересно, что интерес есть не только фестивальный и интерес к готовым фильмам, но есть интерес к проектам. И это нам очень помогает, поскольку наши бюджеты маленькие. И чтобы делать такое уже большое кино, побольше, тогда очень сейчас уже развивается, что интересуются зарубежные продюсеры и входят в проект еще во время процесса. И тогда это уже создается как совместная копродукция. То есть ее легче пронавигать на рынке? Ее легче на рынке и создать легче. Создавать легче. Создавать легче, да. Что же, ждем, ждем конца монтажа, премьеры, конец октября, начало ноября. Да. Опять же, ответ от Оскаров и прочих фестивалей. Не знаю, принято ли, уместно ли заранее пожелать успеха. Ну, поверьте, мы это желаем. Спасибо. Большое спасибо. Мы поздравлять заранее не будем, а желать, конечно же, желаем. Спасибо. Мы ждем фильма и надеемся, что еще будет прекрасный повод еще раз встретиться, может быть, перед премьерой, уже поговорить действительно о уже... Более обстоятельно, что, когда, куда бежать покупать билеты. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Колмане, режиссер картины «Материнское молоко», Матта Спенс и Екатерина Ланская, продюсер. Спасибо огромное. До свидания. До свидания. Всего доброго. Радио Болтком.